На фрезерном станке JET GMD-1 снятие инструмента производится следующим образом. Надо открутить затяг шомпол, затем надо ударом, сильным ударом по шомполу выпрессовать инструмент, например, саму из конусного отверстия. При этом производится нагружение подшипников, удар и шум. Приходится очень сильно стучать, если цанга сильно затянута. Для того, чтобы этого не делать, была установлена вот такая накидная гайка на конец шпинделя. С шагом полтора, 20 на полтора. Теперь, чтобы снять инструмент, поворачивается шомпол. Сперва он ослабляет затяг цанги, затем поднимается выше, упирается в накидную гайку и выдавливает инструмент. Например, цангу выдавливает из конусного отверстия. Для этого на конце шпинделя была нарезана резьба М20 на полтора. У меня такая вот гайка была, готовая, накидная. Но для того, чтобы нарезать резьбу М20 на полтора, приходится снимать шпиндель. Но для этого приходится делать частичную разборку станка. Разборка начинается со снятия электродвигателя. Выкручиваются три винта и снимается электродвигатель. Ну и для удобства кладётся вот на вот эту подставку. После снятия электродвигателя снимается эта вот крышка. Откручивается пять винтов и снимается крышка. Чтобы снять шестерёнки, надо снять вот это стопорное колечко. Снимается верхняя шестерёнка, а вот нижняя шестерёнка снимается с трудом. И снимается с помощью двух ключей. Вот так вот с двух сторон подцепится. И будет сняты и нижняя шестерёнка. Затем необходимо снять шпонку. И открутить вот эту вот гайку. После съёма гайки вал вынимается вниз. Выпрессовывается вниз. После того, как вал снят, на конце вала на токарном станке нарезается резьба М20 на полтора. У меня просто была уже готовая такая вот накидная гайка М20 на полтора. Устанавливается в токарный станок. Здесь зажимается в трёхкулачковый патрон. Поджимается центром. И нарезается резьба. Правда, без выходной канавки. Но длина резьбы примерно 5 мм. Достаточно. И затем станок собирается в обратной последовательности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...